МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Иронич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 72 участка под индивидуальное жилищное строительство. Когда многодетные семьи получат землю? А Кая и Герди, воспитанники детской школы искусств номер 2, представили новый спектакль. Тренировки в разгаре. Футбольный клуб Саров готовится к чемпионату области. Далее расскажем обо всем подробно. 72 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство передадут многодетным семьям уже в этом году. Подрядчик компании ТСК подводит к новому району электричество, водоснабжение, газ и канализацию. На эти цели из городского бюджета выделено более 100 миллионов рублей. Следующий этап – строительство дороги. Для этого администрация Сарова ждет получения сфинансирования из федерального и регионального бюджетов. Совсем скоро вместо стройки здесь будет новое жилое пространство. Земельные участки на улице Нижегородская получат 72 многодетные семьи. На них обладатели заветной территории смогут самостоятельно построить дома. Сейчас в городе числятся более 200 претендентов. Счастливчиков выберут путем жеребьевки. На инфраструктуру порядка 106 миллионов выделено. Поданы документы на дорожную инфраструктуру. Это порядка еще 103, по-моему, или 102 миллионов, которые тоже будут в рамках софинансированной области и города. Вырубка леса и подготовка территории начались еще с прошлого года. Каждому земельному участку подведут все необходимые инженерные коммуникации. Строители уже выполнили больше половины работ на подведение водопровода и канализации. Проект состоит как бы из двух частей. Первое – это создание инженерной инфраструктуры, то, что в декабре месяце было и начато. И вторая часть проекта – это создание дорожно-транспортной инфраструктуры. Значит, на первом этапе мы должны сделать – провести сюда воду, провести канализацию, электричество и газоснабжение. Это будет электричество в той части, которая касается подводки системы к участку. А уже по самому участку и каждому дому это будет разводить СЭСК. Созданием инфраструктуры занимается компания ТСК. По словам Владимира Еминцева, сроки завершения работ будут напрямую зависеть от областного и федерального финансирования. Провести жеребьевку и раздать участки администрация планирует в конце лета. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В департаменте образования наградили победители муниципального этапа ежегодного конкурса «Юный исследователь». В этом году свои проекты, посвященные изучению флоры и фауны региона, прислали воспитанники станции юных натуралистов и ученики школ города. Авторы лучших работ будут защищать честь Сарова на областном этапе конкурса в Нижнем Новгороде. В этом году в муниципальном этапе областного конкурса исследовательских работ «Юный исследователь» приняло участие более 15 молодых дарований. Всем им предстояло защитить свой проект по 7 секциям в возрастных группах 13-15 и 16-18 лет. На эту конференцию ребята приходят со своими научно-исследовательскими работами и проектными работами, над которыми они трудились в течение года. На основании собранного материала ребята потом готовят научно-исследовательскую работу, а уже потом защиту своей работы. В этом году конкурс посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в рамках областной программы развития «Дети творчества Родина». Работы призеров муниципального этапа конкурса отправят на заочный этап в Нижний Новгород. «Областной этап конкурса проводится Центром творчества детей и юношества Нижегородской области, экологическим отделом этого центра и Нижегородской сельскохозяйственной академии. Там тоже очень компетентные жюри, всегда очень внимательно оценивают работы учащихся уже всей области. И у нас ежегодно там, я имею в виду, у нас это город, всегда есть и лауреаты, и призеры». На конкурсе Виктория Иванова представила работу «Пространственное распределение популяризации растений на территории Мордовского государственного заповедника» в секции «Ботаника». На протяжении года Вика проводила биологические опыты и изучала характеристику лесного массива. «На самом деле это очень интересно, и я делала проект впервые, и мне очень понравился этот опыт, и я планирую продолжать это в дальнейшем. В будущем я буду немного менять свой проект на основе критики, которую мне сегодня дали». Работы победителей уже в марте отправят в Нижний Новгород. И если там проект пройдет отбор, то участников пригласят в финал конкурса. Всероссийский конкурс «Письмо солдату о детях войны», приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Нижегородской области. Его цель – воспитание патриотизма, привлечение внимания к военно-историческому наследию нашего государства. Принять участие в конкурсе могут дети с 7 до 17 лет включительно. Работу принимают до 3 апреля. Подробности на сайте письмосолдату.рус. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 24 марта глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник, 17 марта, в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 990-59 и 977-70. В Нижегородской области заработал первый государственный портал о бездомных животных. На сайте будут публиковать фото и краткие описания собак и кошек, которых муниципальные службы забрали с улицы. Каждый желающий сможет посмотреть базу, чтобы найти своего потерявшегося питомца или забрать понравившееся животное домой. Пока портал госвет52.ру работает в пилотном режиме. Тестовая стадия продлится несколько месяцев. РФИАЦ ВНЕФ начал подготовительные работы по созданию мемориального комплекса создателем ядерного оружия. Решение увековечить память об этих людях приняли после трагической гибели пятерых сотрудников РФИАЦ ВНЕФ в Архангельской области в августе прошлого года. Комплекс будет включать в себя благоустроенную территорию с памятником, мощенными дорожками, озеленением, искусственным освещением и малыми архитектурными формами. Мемориал планируют открыть в августе этого года рядом с музеем ядерного оружия. Храбрая Герда и отважный Кай в детской школе искусства номер 2 показали спектакль по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева». Воспитанники второго курса театрального отделения воплотили на сцене персонажей датской сказки, написанной в середине 19 века. На премьерном показе побывала наша съемочная группа. В основу спектакля легла пьеса Евгения Шварца, написанная по мотивам сказки «Снежная королева». Андерсон сочинил ее 176 лет назад. В интерпретации Шварца сказка вышла в начале 20 века. Но даже спустя десятилетия это произведение остается актуальным. Эта история очень удивительная. Она своевременно, современная. Она была современной, есть и будет. Поскольку такие понятия, как любовь, верность, преданность, семейные ценности – это современно всегда. Сценарий Шварца переработали под возможности юных артистов. К тому же его пришлось немного сократить, так как в спектакле участвовало всего 15 детей. Все они занимаются в театральном отделении детской школы искусств номер 2. Спектакль очень сложный, потому что дети занимаются только второй год. Это была огромная работа, сделанная ими. Это такой шаг для них вперед. Они выросли на целую голову. И сам по себе он сложен. Там много декораций, перемещений, переодеваний. Поэтому ребята, я считаю, молодцы. Они справились. Спектакль ставили по законам драматического театра в академическом варианте, но добавили и своих идей. Так некоторые сцены были представлены танцевальными зарисовками, например, в юга. Пересмотрели и музыкальное сопровождение. Добавили современных композиций. В общем-то, довольно тяжело подобрать музыкальную часть. То есть компиляция заняла очень много времени. Тем очень много, современных в том числе. И так, чтобы это совместить с классическим материалом, пришлось много перевыбирать. Во время спектакля Герду играли три девочки. Такая режиссерская задумка – дать возможность юным артистам попробовать свои силы и в массовках, и в главных ролях. Виктории Ореховой достался эпизод, когда нужным было отогреть сердце Кая. Сцена была сложной в эмоциональном плане. Юная артистка постаралась донести до зрителей всю драматичность этого отрывка. Над ролью работалось довольно легко, слова очень быстро запоминались. И единственное, что было сложно, это взаимодействие с другими персонажами и еще сохранять такую нестатичную роль. Первыми зрителями нового спектакля стали воспитанники и преподаватели детской школы искусств номер 2. Они, не отрывая глаз, следили за игрой юных артистов, а в конце наградили их бурными аплодисментами. Хоккейный клуб «Саров» приглашает болельщиков на вторую игру серии плей-офф полуфинала чемпионата области. Наша команда встретится с Таншаевским стартом 14 марта в Ледовом дворце. Начало матча в 13.00. В первой игре «Саров» одержал победу и теперь в шаге от выхода в финал. Хоккейный клуб «Саров» – действующий чемпион Высшей хоккейной лиги Нижегородской области. Наши спортсмены не раз встречались с этой командой. 7 марта на выезде в 1-2 финала «Саровчане» выиграли первую игру со счетом 3-7. Настраивались они, были в тройке лидеров, они отдыхали первый тур, они четверть финала не играли. Но палка о двух концах – либо отдохнуть, подлечить травмы, либо быть всегда в игровом тонусе. Но я думаю, что где-то нам повезло, где-то то, что мы играли, а не отдыхали. Где-то за счет вот этого мы сломили. 14 марта на нашем льду пройдет вторая игра с действующим чемпионом области. К лидовым баталиям «Саровчане» готовятся основательно и настраиваются на тяжелую, но интересную борьбу. Команда хорошая, я думаю, что сюда приедут они проездом, готовятся, по-любому там они поговорят, найдут свои ошибки, разберут их и здесь будет другой хоккей. Остался шажок до финала, то есть либо в субботу заканчивать, либо в воскресенье. Задача минимум выполнена, то есть в том году были четвертые, в этом году уже минимум четвертые, но планка стоит высоко, есть шансы, почему бы не попробовать. Поддержать и поболеть за любимую команду можно будет уже в эту субботу в Ледовом дворце. Начало игр в 13.00. Канал 16 будет вести прямую трансляцию встречи на нашем канале в YouTube и группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Футбольный клуб «Саров» готовится к предстоящему чемпионату области. В этом сезоне команда сменила тренера. Им стал Алексей Степанюк. Ранее он играл за «Саров» и выступал за другие клубы Нижегородской области. По сложному списке Алексея звание двукратного чемпиона Нижегородской области. Титул победителя первенства России среди футбольных клубов третьего дивизиона. О том, как новый тренер видит будущее нашего футбольного клуба, о планах и задачах на предстоящий сезон расскажем в следующем репортаже. Алексей Степанюк хорошо известен в футбольных кругах города. Он играл за «ФК «Саров» с самого основания клуба по 2016 год. Алексей был ключевым игроком в сезонах, ознаменованных победами нашего клуба. Три года подряд он возглавлял команду «СК «Терем», выступающую в чемпионате города. Под руководством Алексея Степанюка клуб победил в турнире 2018 и 2019 годов. Предложение стать главным тренером «Сарова» Алексей получил в декабре. Руководство поставило перед ним задачу – поднять планку клуба, привлечь новых игроков и болельщиков. Привлекаем молодежь. Нашего тренера тоже помогает мне Данилин Артем Александрович. Его молодежь 2003, 2004, 2005 года. Первый месяц такой был. Присматривались они к нам, мы к ним. И вот уже в ту субботу, в прошедшую субботу играли контрольную игру между собой. По пробной игре тренерский штаб сделает выводы и будет определять состав на предстоящий сезон. Игрокам «Сарова» предстоит непростая задача. В чемпионате области они столкнутся с полупрофессиональными командами. 80% команд – это люди, живут почти на средства, заработанные футболом. То есть у них есть оклады, у них есть хорошая премиальная система. То есть в основном везде уже взрослые футболисты. То есть они уже, ну там, понюхали порох. У нас же, так, акцент, как бы, то есть у нас выпало целое поколение футболистов. Да, конечно, бы хотелось видеть, там, опытных 2-3 человечка, чтобы они, ну, как бы, чтобы за ним тянулись люди, то есть росли за счет них. Но все упирается в финансирование, денег не хватает. До прошлого года расходы клуба брала на себя администрация. Но после вступления в силу постановления Минфина, местные бюджеты не могут финансировать вопросы местного значения. В этом году администрация организовала конкурс грантов при поддержке вот таких некоммерческих организаций, как наши. Он прошел 3 марта. Сейчас пока итоги подводятся. И администрация вот-вот с дня на день должна выпустить постановление о выделении денег по грантам. Также клуб намерен привлекать спонсоров из числа предпринимателей нашего города. Еще одна цель, которую ставит перед собой Саров, вернуть на стадион болельщиков. Чтобы ему интересно было болеть за клуб. Чтобы ему интересно было следить за клубом. Ну и, конечно, мы же хотим, чтобы молодые люди, которые есть у нас, которые увлекаются футболом, они себя как-то реализовывали в жизни. Пока игроки заняты тренировками. Три раза в неделю на запасном поле ИКР они встречаются, чтобы отработать функциональную базу, укрепить организм, развить выносливость. Также в планах провести перед чемпионатом пять товарищеских матчей на выезде. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!